Это очень сложное дело, коровки. Да, конечно. Вот только вода спасает, поплаваю, ничего нормально, потом день проходит, опять замыкает. Опять поплаваю, это хорошо. Как меня освещал? Я певечка, да? Я певечка, да? Песня. 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 Малчишка, брызгайте меня на ногу, пожалуйста. Ну не надо, на волосы. Еще можно где-то в другом месте что-то полить. Ну что, на ногу брызг не делай. А если в другом месте я полить тоже? А если я нарою тебя? Вот что тут. Не челка, а тут у меня помидорки вырастают. Да ты че, ну конечно хочу. Конечно хочу. Ничего себе, конечно хочу. Я могу к вам приезжать, но не должен, как мы выберем. Если у вас желание, сейчас. Это, Тоня, Тоня. А это, вот такие яблоки. У кого надо яблоки подсобрать? Яблоки, где человек? У меня яблоки померло. Соседи начали пилить и все, конечно, методия закончилась. Царь небесный, утешителю души истины, И живи везде сын, и вся исполняет сокровища благих. И жизни подателю прииселися вны, И очистины от всякие скверны, И спаси, благо, души нашим. Господи Боже наш, благослови это собрание, Даруй разумение Господи, Чтобы все слова были, Господи, святыми и полезными для слушающих. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну что там, давайте читать, да и все. Что там, Евангелие сегодня или Емисианом? Сегодняшнее послание. Послание, да? Послание филиппийцам, святого апостола Павла. Глава вторая, стихи с пятого по одиннадцатый. Ну, захватим четвертый, потому что на печатном с четвертого. Тут не разговер. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Стихи четвертый и пятый. Не о себе только каждый заботся, Но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, Какие и во Христе Иисусе. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Когда я забочусь о том, что для тебя полезно, А ты о том, что для меня, Тогда не будет места ни тщеславию, ни распри, Ни чему-либо вообще дурному, Но будет жизнь ангельская и божественная. Как Христос говорит, Будьте милосердны, Как и Отец ваш небесный милосердь. От Луки 6, 36. И затем, Научитесь от меня, Ибо я кроток. Матфея 11, 29. Так и Павел, Научая смиренно мудрю, Чтобы больше устыдить нас, Приводит в пример Христа, Как и в другом месте говорит, Он, будучи богат, Обнищал ради вас. 2 Коринфянам 8, 9. Когда Он указывает на Сына Божия, Высочайшего всякой высоты, И так уничижившегося, Кого из высокомудрующих, Высокомудрствующих, Он этим не пристыдит. Шестой стих. Он, будучи образом Божиим, Не почитал хищением быть равным Богу. Толкование. Из числей, Сколько здесь Низлагается еретиков. Маркион Понтийский говорил, Что мир и плоть зло, И что поэтому Бог не принимал плоти. Маркел Галатийский, Фатин и Сафроний Говорили, что Слово Божие сила, А не ипостасное существо. Что эта сила обитала в том, Кто произошел от семени Давидова. А Павел Самосадский говорил, Что Отец, Сын и Святой Дух Простые имена, Приписанные одному лицу. Арий говорил, Что Сын есть творение. А Полинарий Лаодикийский говорил, Что он не принимал разумной души. Итак, посмотри, Как все эти еретики Падают от одного почти удара. Будучи образом Божиим. Как же вы, Маркеллиане, Говорите, что Слово есть сила, А не сущность. Образом Божиим Называется сущность Божия Точно так же, Как образом Раба Называется природа Раба. Как же и ты, Самосадский, Говоришь, Что он начал свое бытие От Марии. Ибо он предсуществовал Во образе и сущности Божественной. Но посмотри, Как падает и Савелий. Не почитал хищением, Говорит апостол, Быть равным Богу. Равный не говорится Об одном лице. Если равен, То кому-нибудь равен. Таким образом, Ясно, что речь идет О двух лицах. И Ария опровергается Многими способами. Образом Божиим, То есть сущностью. И не сказал бывший, Но будучи, Что подобно изречению, Я есть им сущий. Исход 3.14 И не почитал хищением Быть равным Богу. Видишь ли равенство? После этого, Как же ты говоришь, Что отец больше, А сын меньше? Но посмотри на безрассудное Успорство етиков. Сын, говорят, Будучи малым Богом, Не почитал хищением Быть равным великому Богу. Но, во-первых, Какое Писание учит нас, Что есть малый и великий Бог? Так учат эллины. А что и сын великий Бог? Послушай, Что говорит Павел. А Тедая говорит Явление славы великого Бога И спасителя нашего Иисуса Христа. Институт 2.13 Затем, Если он мал, Каким образом он почитал Хищением себе быть великим? Кроме того, Павел, Имеющий в виду Научить смиренно мудрю, Оказался бы нелепым, Если бы внушал следующее. Поскольку малый Бог Не восставал против великого Бога, То и вы должны смиряться Друг перед другом. Потому что Какое же это смирение, Когда меньший не восстает Против большего? Это одно только бессилие. Смирением называют то, Что он равный и равномочный Богу, Добровольно сделался человеком. И так, Об этом довольно. Далее, Посмотри, Что говорит Павел. Не почитал хищением. Когда кто-нибудь похитит что-нибудь, Боится отложить это, Дабы не потерять Не принадлежащее ему. А когда имеет что-нибудь от природы, Легко пренебрегает этим, Зная, Что он не может всего лишиться. И если, казалось бы, Отказывается от этого, То опять Он ее воспринимет. Таким образом, Апостол говорит, Что Сын Божий Не убоялся унизить Своего собственного достоинства, Потому что он имел его, То есть равенство с Богом Отцом, Не через хищение, Но признавал это достоинство Принадлежащим своей природе. Поэтому он и избрал уничижение, Так как и в уничижении Сохраняет свое величие. Седьмой стих Но уничижил себя самого, Приняв образ раба, Сделавшись подобным человеком, И по виду став как человек. Толкование блаженного феофилакто-болгарского. Где те, которые говорят, Что он сошел не добровольно, А исполнил повеление? Пусть знают те, Что он уничижил себя, Как Господь, Как самовластный. Говоря образ раба, Этим самым апостол Престрижает Аполлинария, Потому что принимающий Или иначе природу раба Имеет и душу вполне разумную. Это значит, Что Господь не все имел наше, Но чего-то и не имел именно. Не родился по естественному порядку И не грешил. Но он не был только тем, Чем казался, Но и Богом. Не был он обычным человеком, Поэтому апостол и говорит, Подобным человеком, Потому что мы душа и тело, А он душа и тело, и Бог. На этом основании, Когда апостол говорит В подобии плоти греховной, В Римлянам 8.3, То не то говорит, Что он не имел плоти, Но что плоть эта не грешила, А была подобна греховной плоти По природе, а не по злу. Таким образом, Как там подобие не в смысле Всецелого равенства, Так и здесь он говорит о подобии В том смысле, Что он не был рожден По естественному порядку, Был безгрешным И не был простым человеком. Так как апостол сказал, Что уничижил себя самого, То чтобы ты не счел это дело Изменением и превращением, Он говорит, Оставаясь тем, чем был. Он принял то, чем не был, Природа его не изменилась, Но он явился во внешнем виде, То есть во плоти, Потому что плоти Свойственно иметь вид. Ибо когда он сказал, Приняв образ раба, То после этого Осмелился сказать и это, Как бы этим заграждая Уста кому. Прекрасно он сказал, Как человек, Так как он не был Один из многих, Но как один из многих. Потому что Бог слова Не превратился в человека, Но явился как человек, И будучи невидимым, Явился, имея вид. Некоторые же толковали Это место так и образом, Как уже истинно человек, Как Иоанн говорит в Евангелии, Славу как единородного от Отца, Иоанна 1.14, Вместо того, Чтобы сказать славу, Какую прилично иметь единородному, Потому что «как» означает и колебание, И утверждение. Восьмой стих Смирил себя, Быв послушным даже до смерти, И смерти крестной. Толкование Снова говорит, Смирил себя, Дабы не подумали, Что он снизошел недобровольно. Но Ариане говорят, Вот о нем сказано, Послушен, Так что же неразумные? Мы и друзьям своим повинуемся, И это нисколько не уменьшает Нашего достоинства. Как сын, Он добровольно повиновался Отцу, Показывая и этим Своё сродство с ним. Потому что долг истинного сына Почитать Отца. Обрати внимание на усиление выражения, Не только сделался рабом, Но принял смерть, И еще более того, Позорную, То есть крестную смерть, Проклятую, Назначенную беззаконником. Девятый стих Посему и Бог Превознес его И дал ему имя Выше всякого имени. Толкование Когда Павел Упомянул о плоти, То смело говорит О всем его унижении, Так как плоти это свойственно. Таким образом И эти слова Разумей о плоти, Не разделяя Единого Христа. Какое же имя Даровано человеческой природе Единого Христа? Имя это Сын. Имя это Бог. Потому что Сей человек Есть Сын Божий, Как и Архангел сказал. И рождаемое святое Наречется Сыном Божиим. От Луки 1.35 Десятый стих Дабы пред именем Иисуса Преклонилась всякое колено небесных, Земных и преисподних. Толкование То есть весь мир Ангелы, люди и демоны Или и праведники, и грешники. Потому что и демоны познают, И непокорные подчиняются, Не противоборствуя более истине, Как они и прежде того времени говорили. Знаю тебя, кто ты От Луки 4.34 Одиннадцатый стих И всякий язык исповедал, Что Господь Иисус Христос В славу Бога Отца Толкование. То есть, чтобы все говорили, Что Господь Иисус Христос Есть Господь и Бог, В том заключается слава Отца, Что Он имеет такого Сына, Которому покоряется все. Видишь ли, Что в прославлении Единородного Заключается слава Отца. Так что, напротив, Умоление Его Составляет уничижение Отца. Богу нашему. Слава. Аминь. Так, следующее Приезд мы будем через воскресенье Одиннадцатого. Десятого, одиннадцатого. А мне какие вопросы есть? Ну? Прекрасно. Еще какие вопросы есть? Заметно сейчас со стороны, да? Сказать, тебе будет столько лет? Сколько мне? Я бы тебя спросил. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, я сейчас чувствую. Хорошо, я сейчас чувствую. Как матушка управляется там садом? Управляется матушка, да. Как дела наши скорбные, Батюшка? Какие? Ну, суды там и так далее. У нас это не сходно, какие же сходные. Суды, суды. Господь посетил. Все раз мы молимся, воля была Божья, чтобы это было. Для чего? Мы еще сами думаем, а это для того, для того. А кто же сказал, для чего это было? Так уже у меня. Там многие знакомства появились. В это время, где я, знаете, книги подарил, трехтомников. Некоторым там это, вот, в главе там района, еще кому подарил это. А так, когда, как бы встретились? Это встретились. Ну, молитву подвигались. Ну, молитву подвигались, чтобы не было бы молиться. О чем молиться? Не знаю, другой. Помолись, я ведь не знаю, о чем молиться. То есть, а где Господь пошлет такое, и знаешь, о чем молиться. Апостол Петр просто говорит, что все начинается со скорбей, поэтому. Сначала-то было скорбно, а потом даже весело иногда. Игнатий Ильич даже уже с улыбкой рассказывал, как его там трепали за грудки. А вначале было не очень скорбливо. Если было бы ему, как тогда, ему 20, там, 25 лет, 30, то ему-то не казалось, что же. А сейчас, ну, конечно, что там у вас, фу, он падает, и все там. Конечно, кажется, что-то хил. Там что-то про мир сказано у вас. Я раньше колол дырва, здорово, как Володя Паченко. А сейчас на коленке сам на коленках стои, когда он подходит. А ты почему на коленках? Кто он-то? Брат. Ну, брат. Я говорю, лежа, пробовал. Пойду на коленках. Когда-то стоя, значит, рубил. Когда-то выгружали, мы оставались в вагон, и приходил и вьетнамский рис. 91 килограмм 800 грамм мешок. Да? Кому верь, говорит, да неправда, это не может быть. Ну, все, правда, нет, что. С вагона выгружает двое на коленках, один несешь в этот, на склад. Там, сваливаешь его, и все. А сейчас 25 килограммов цемента купила мешка, и тяжело 25 килограмм, тяжело. Помоги. Вот так вот. Вьетнамцы мощные ребята. Там было такие два мешка. Мешки какие-то как крапивные. Один мешок в другом мешке, и такие у них как-то зашиты, и два этих, как два уха такие по бокам торчит. За эти уси берешь его, и не все. Мешки-то не наши были. В итоге, как они эти, как они грузили там, сколько их это мешок-то тащили? Чем они не маленькие. Двое, трое, как это? Четыре. Такие это. А у нас отберем, а пашка один. Да. Ну, вот так вот. А так все, скорби какие. Ничего, все идет. Сейчас, в последний раз ездили, сейчас дело будет только повестка в суд уже. Суд когда будет. Суд все равно будет. Суд там на мировое соглашение, значит, как он будет, что, не знаю. Ну, вот так вот. Что, значит, если, думаем, администрация не будет там что-то наставить, то обойдется и так. Мировое соглашение защитное, и все. Мы говорим, больше мы не будем нарушать это. Будем всегда спрашивать, лить какую березку, будем заявление писать и просить, чтобы приехали, нам посмотрели. Либо же не срубить. Будем писать, где-то еще. Какие, клен или что будем всегда писать. Прошение и так. Ну, иначе как разумеется. Ну, еще старт Потеряевки до администрации на коленях нужно. С хоругиями. Нет. А что в нас идти, зачем-то там. Не знаю, но прошение там. Прошение мы так пошлем, зарегистрируют они, они должны будут ответить. Так это бесплатно или все-таки какую-то детюшку надо будет капнуть туда? Ну, посмотрят они, а ценят, надо или нет. Я читал, даже в газете было по радио, жалуются люди. Живут они там, на краю тайге. Запрещают даже сухие детки собирать. Ну, уже закон вышел, малежник можно собирать. Ну, тот, который сгнил. Уже гнилой. Ну, это не знаю. Вот и не знаю. Зачем нужен гнилой-то? Ну, кого-то, если он хороший, если он упал, она вчера береза. Да гнил, да сухает уже все. Не сухая. Бывает так, что прошла буря, с корнями его ворачивает береза, то поле выворачивает с корнями. Упали они береза. Нельзя брать. Пока она не высохнет и не загниет. Ну да, то иначе не поймешь, какую ты взял. Должен ты сфотографировать, говорит, сфотографировать вот эту березу. И место, квадрат указать, где ты ее брал. А те, которые вывозят ценные породы кедры, дуб и другие в Китай, миллионами кубометров. Там ничего этого нет. Они спрашивают где. Это уже не в Ростове, это что-то другое. Подряд валят и все. А это березку спилил. Там-то и никуда-то, а на дело здесь же для этого, чтобы поддержать. А зачем вы плотину восстанавливаете? Ну как зачем? Видите, утки плавают. Это, как это, две структуры восстанавливаются. А если здесь болото будет, что-то комары будут и все. Некоторые не понимают, для чего нам плотину. Ну одну плотину восстановили возле себя. Зачем там полкилометра от дома, полтора километра одна плотина от дома. Зачем вы тут и восстанавливаете? Столько вы труда возложили. Не понимаете ли, что ли? Он вот есть еще дома, есть сегодня. На мой век хватит. На мой век хватит. И все. А на наш век нам не хватает. Чем больше воды, тем лучше. Конечно. Конечно лучше. И птицы у нас тут нигде нет. На нашем возле меня три выводка было, утиных плавали. За горло у меня, который, где кресень. Там утки спасают. Они сюда прилетают, здесь спасаются нас, как спасение. Потому что они стреляют, почему? Да. Вот так вот, для чего. Для этого, ну, не понимают. Даже это никто не взяли. Да, конечно. Ну, это так, это было. Все пройдет, и это пройдет. Свернули все. Остались только две бензопилы. Моя пила, которая была у Барбаша в ремонте, уже отдала мой с весны. Она так стояла у него, она не рабочая пила. И перейти, если на его. Эти нигде, они стояли в бездействии. С весны они нигде не употреблялись в этом году еще. Вот, эти пилы забрали. Виновники спиливания, да? Ну, говорят, определили попасть. Пилу, пусть-то бы определят, что это или нет пилы, пилы и дерево. Вот так объясняли они, что будут определять там это или нет. Но сейчас уже не будут определять, потому что здесь другая, видишь, статья. То первая статья была там, что мы подорвали лесной фонд России. В лесной фонд входит. Вот, а когда провели экспертизу, был кадастр инженер, там, с приборами, навигаторами, вот такое. А определил, что нет, этот участок в лесной фонд не входит. Это земля муниципальная. То есть, поэтому там был ущерб 57 тысяч начисленный. А когда перешел в муниципальную, то только 25 тысяч. Но 25 тысяч мы заплатили. Это еще, чтобы нам необходимо, до этого пока нет, кто нет. Заплатили, сразу машину вернули. Там компьютеры, Игнатия вернули, Володе все вернули. Вот, остались только вот эти две пилы там еще, залоги. И все, так все. Машина ничего не нарушена была, нормальная. Передний поставил аккумулятор, снимали аккумулятор, поставили, завели и поехали. Ну, там показывали, как дорогу он снимал, Игнатий. Как обгоняли мы их, и он. А они без аккумулятора снимали или там потом отдали? Лентя отогнал туда, аккумулятор сказали, забери. А, вот так, ну, есть. Аккумулятор он забрал. Все было. Ну, вот так вот. А так все нарушено. Компьютер он проверил, Игнатий, все на месте. Игнатий, по-моему, даже не смотрели, говорит, даже ничего. Не проверяли. Так они, видать, в горячах, может быть, что-то напугать, или что-то там. Забрали компьютер. Какой имеет в стиле на березе компьютер? Да березе, березой-то назвать. Ну, вот такие вот, это жертюшки. Там потолще было, там, 15 сантиметров, 20. Как хорошо, что они меня не снимали. Так, ну и что еще? У нас здесь проходит ремонт. Вот. Почти закончили. Сейчас будет делать. Как мне сказать, я сейчас забыл, Любовь Николаевна. Что будет делать еще? Любовь Николаевна. Нет, как-то теперь... А, опрессовка, опрессовка. А будет опрессовку делать. Я говорю, как ты знаешь, все это... Я даже это слово как-то, может, слышал когда-то, ну, я не знаю, что, опрессовку делать. Ну, я, говорит, сколько там переделал все это, я, говорит, ну, не один этно. Вот так вот. То есть проверять, где вода может подержить, вода, где подержит вода. Под давлением, значит, будете проверять, опрессовка называется. А, все, все, я... Да, это полный кон, да, опрессовка. Вспомнил я, как называется. Правильно, да? Правильно. Правильно. Зеленый пускается. Вот. Будут делать опрессовку теперь. Сделают, если все нормально, то да, если где побежит, будет, значит... На нефтепроводах, на газопроводах опрессовка такая. Ну, да. Серьезно. Ну, вот так вот. Как будет, значит, наверное, будет очень жарко. Придется, наверное, еще дырки в потолке может произойти. Да, ну, не будет. Ну, смотри, углем завалили 15 тонн пересекли. На 2 сентября. Ну, и этот, Андрюша, ну, 5 бы, ну, от силы 7, 15. Завалили, я посмотрел, по самых потолок почти завалили углянку. Ну, и на улице еще сколько лежишь? Ладно, это хорошо, когда есть запасы. Мало ли что будет. Ну, да, это неделя последняя теплая. Можно еще подержать. Потому что будет 30 градусов в воскресенье следующее. Еще 30 раз. 32 даже, или 34, что-то такое. Понедельник оборубав начинает уборку. Попробовали они в пятницу. Молотили один в бункер, вина не пойдет. Влажная семена. Влажная еще. И вот сейчас решили спать. С понедельника начнут ранее. Сложная культура убирать. Пшеницу, там ячмень что-то будет. Дожди когда-нибудь. Ну, вот так. Помоги, Господи. В послании апостол Павел как бы перед своими чадами оправдывается. Его обвиняющие. А почему же? Ну, ему говорили, что он как бы не настоящий апостол. Христа-то не видим. Вот Петр настоящий апостол. Он не настоящий. Он говорит, если я не апостол, то вы тогда кто? Вы кто тогда? Вы от меня родились. От моего слова. Я вас родил. А если я не кто, то и вы тогда не кто, получается. Вот так бывает и у нас. В чем-то заметят. Там на проповедника, от которого там крестились, уверовали и все. А теперь, да нет, это нет. Это он такой. Но если он такой, то вы-то от него родились. У вас, значит, должны быть гены одинаковые. Ну, значит, как это? В этом он говорит. Я, говорит, все имел. Я мог бы иметь, говорит, и спутницу себе, жену. Но я этого не. Я мог с вас брать. В каждой трудящей застояние пропитания. Вот. Но я с вас не брал. Я, говорит, сам трудился своими руками. На палатке все продавал. Вот. Зря вы укоряете меня в этом, что я не видел. Господь меня поставил на это. Встретился на пути. Рассказывал, как это было встреча. Шел, когда он в Дамаск. Шел, как волк. А пришел в Дамаск, ягненок. Какое преображение бывает. Шел и рычал. Я там пойду. Письма были, грамот у него кого-то, чтобы хватать ему, чтобы, как сказать, пособствовали там градоначальники. Я пришел, другой человек, кстати. Вот так вот бывает в жизни. Если избранный сосуд божий, то такое бывает. Уберите ее оттуда. Так, ну ладно. Сегодня я поеду, будет у меня путик. Тихо. Сейчас кто, у кого машина, кто может меня до главпочтампа подбросить, мне посылку отправить надо. Буквально это, может быть, полчаса займет время. Входите или на улицу. Выходи. Выходи. Прямо сейчас? Прямо час. Они там, по-моему, работают до двух или до трех. Не знаю. Что тебе, что-то сказать надо хотя бы? Да снимай. Ну снимай, да пусть они будут, сколько они будут еще, может, часа два снимать будут, что говорить. Ну мы тебя ждем. Болящие, о ком помолиться, нужды, события нашего тела. Скажите, пожалуйста. Вот за Елену помолитесь, у нее из-за щемила нерфа на Елене полетучись. Елена Гладущук. Да. Вот за Елену помолитесь, но остальные все... Коровы там с тяжести поднимают. Все тяжело. Конечно. Она как тоненькая. Или как судьи Маргарина. Тут мужиков щемит. Маргарина, судьи Баттуда, сегодня у нас пришла. Татьяна Александровна, на славу все наши бабушки пришли. Бабушки, я благодарю вас за молитва наша. Я за вас всех-всех молюсь. Крестово Девчонка, если это Антон, если это Натя. Сегодня вот, может быть, к Любовь Петровне доедешь. Нет? Сегодня помолитесь. Потеряй, кто мы сейчас... Дела с делом, у Лени, потеряй, куда путешествующих батюшку повезем. Все, мне не гоназмак. Я всю неделю звонила, мне говорит, что телефон надо. Мне надо денег, мне не работают. Нес. Алла может сходить к ней, ей тут перейти, всю эту дорогу. Нестор поступил, сейчас вот он мне показал приказы, зачисления. Просто поступил, уже зачислят. Так что будет свой специалист. На кого он зачислен? Скажи, как называется? Классе про ремонту и обслуживание автомобилей. Ты не рассказываешь ничего. Ты-то куда? Уже первая задача. Розвие учиться. Никуда? Чего учиться лучше? Ну и молодец. Вот это и надо было так, а то голову ломаешься. Два года у тебя есть впереди. Мама, гляди, у тебя какая она. У нас прекраснял будет. Все нормально. Нет, а вот в нем на мастер. Сам ездить будешь, да, в школу? События уже... Сказал, батюшка, о ремонте? Да. Ну, что продолжается. Об этом, если есть желание, помолитесь, чтобы закончилось все благополучно, срок, чтобы все работало, чтобы ошибок не было допущено при работе, чтобы техника безопасности соблюдалась. Чтобы, да, потому что, видите, тут же сварка, не дай бог. Ох, ой, господи, по-моему, самое страшное. Все вот эти работы, они все-таки связаны... О чем вы? Вы, врачей, не понимаете? Ну, конечно. Перестаньте. Вы вот так далеки уже от этого. Чтобы пожара не было во время. Вы знаете, что такое сегодняшняя штукатурка? Я про трубы говорю. Да что, это не просто пластмасса. Там внутри алюминий идет. Да. Наши соседи такие поставили, а там все пропало. Как пропало? А, да, все вот так вот. Да ладно, нам не о чем. Да, перестаньте. Ну, если нет вопросов... Я хотел... Я хотел на сегодняшнюю... Помните сегодня, какое местописание было? Основное, как править? Милосердное. А, милосердное? Глена, опять скажу. Вы помните, о чем батюшка читал сегодня? Глазенки. Ну, помнишь? О, так, так хорошо. Отлично. И вот, что там такого интересного есть? Все же понимают, о чем речь идет, да? Ну, все все понимают. Сейчас я начну говорить, что скажете, чтобы понятно было, да? Ну, слушайте внимательно. Ну, и что это за человек был, у которого 10 тысяч талантов было? Вопрос задаю. Ну, отвечайте. Грешник. Грешник. Ну, что был за человек, которому царь дал 10 тысяч талантов взаймы? Вы понимаете, что такое 10 тысяч талантов? Не простой человек. Вы скажи, пожалуйста, чтобы это было. О, вот так вот. Вот так вот, братья. Прости. Это было доверенное лицо царя. Это был друг. Знаете, как у Петра Первого были друзья? Нет. Меньшиков там и так далее. И были такие друзья, что когда, допустим, Меньшиков-то еще оставался жить, когда Петр Первый умер. Он же умер, ему было всего 50, сколько? Не помню. 54 года было ему. Он умер. 54. Когда он родился? Ясно. 1600. Правильно. Где-то там, в 70-х. 72-й год. В 1672. А умер как он? В 25-м. В 1725-м году. На 54-м году жизни он умер. И когда он умер, то там начали меняться правители очень сильно. А Меньшиков, он оставался верен вот всему тому делу, которое Петр продвигал. И его выслали в конечном итоге. Он договорился. Он так же, как продолжал, чтобы укрепление государства было и так далее. То есть до конца было. А мог спокойно молчать, он там граф был, князь, князь даже был. Мог спокойно промолчать и жил бы себе спокойно. Нет, надо вот такие, есть такие вот люди, которые очень преданные. И вдруг мы видим, что что-то тут не так пошло. Он должен, а он должен был еще и отдать, понимаете. Значит, что же тут не так, в чем дело-то. Это притча о талантах. Мы переходим в притчу о талантах теперь. Ведь 10 тысяч талантов должен, но это не притча о талантах. А теперь мы переходим в притчу о талантах. Она соединяется талантами вот с этой притчей о немилосердном. Значит, а там что получается? Там ух, отдаются таланты. Человеку дается 10 талантов, 5 талантов, 2 таланта и 1 талант всего. Один, 1, 1. А тому 10. И тот, которого 10, он начинает трудиться над ними. Но здесь о другом идет дело. У этого 10 тысяч талантов. И он не трудится. Хотя на самом деле он приближен и так далее. О чем здесь говорится о том, о верующем человеке. Это о таком верующем человеке, как Аарон. О таком верующем человеке, как человека, который выбрал Господь и поставил его над другими людьми. Знаете, в чем дело? То есть, не просто, не простой человек. И теперь, Господь, мы переходим уже к другому притче. Когда Господь говорит, приду как тать. И вас оставляю здесь господами над своими рабами. Над слугами своими. Да, вы будете. Только смотрите, не упивайтесь. Не упивайтесь. Не ободрствуйте все время. Влюдите моих рабов, чтобы никто, никого не похитил. Кто? Сатана, чтобы не похитил. Сатана. Чтобы они не стали грешниками. Значит, Господин так его ценил. Он считал его нравственным человеком. Он считал его человеком надежным. И так далее. Вот в чем смысл. И вдруг он решил сосчитаться. А 10 тысяч-то были ему даны не просто так. Не только, не на себя. Он мог и на себя потратить какую-то часть. Но в основном на то, чтобы паства, которую он пасет. Потому что один человек не может оставаться. Он должен с кем-то быть. Иув, как говорит. Когда друзья пришли и начали поплакали 7 дней. Смотрят на него. А не понимают, что черты-то его. А где он находится за городом? На гноище написано. Ну, допустим, какой-то сарайчик возьмем. Там на отшибе. И в нем там сено, солома. Ну, там когда-то скотину держали. И его туда определили. Потому что он прохоженный, понимаете сами. И причем проказа странная у него была. Если там прохоженный у него что-то начинало отваливаться. Он там помучился, помучился. Да Богу душу отдал. А этот уже кости видать. И он все еще живой. То есть непонятно. Его по этому подачу-то определили туда. И они смотрят на все это. И ничего понять не могут. И плачут. Поплакали над ним. Там пыль там подкидывали. Все там это. В рекище оделись. А потом думали, думали и додумали. Так это. Он грешник просто. И все. То есть на самом деле он грешник. Поэтому Бог его так наказал. Все. Все. А оказывается, что Господь дух дышит где хочет. И Господь в этот момент на территории сердца Иова вел необыкновенную брань вселенского масштаба с сатаной. И кон был такой. Выдержит человек душа человеческая? Выдержит или не выдержит? Вот то, что Господь посылает. Это не сатана послал, а Господь. И человек выдержал. То есть сердце человеческое, душа человеческая выдержала. Но с великими скорбями. То есть теперь получается, что из этой притчи, что этот самый человек, он не выдержал этой борьбы. Вот в чем дело. И он начал тратить только на себя. И сегодняшнее состояние нашей церкви очень напоминает то, что люди, которые стоят во главе, которым дали 10 тысяч талантов, они тратят только на себя. И еще можно здесь взять верующего человека. Ну вот сестра сказала грешника. Она правильно сказала. Только надо раскрывать это очень глубоко. Этот человек, он крестился. Он даже может быть рождение свыше получил. И потом вдруг начинается отступление непонятное. У нас такие люди есть. И теперь он не простит своему брату, который рядом с ним, ни капельки не простит. Даже одного обола он не простит ему. Это те, которые остаются еще верующими здесь на земле. Им нужно пройти этот путь. И здесь получается, притча перетекает в притчу теперь о том человеке, который соблазняет малых сих. И которому нужно жирный камень на шее и утопить его во глубине морской. Вот в чем дело. И мы видим о нераскаянности этого человека до последнего. Много дано и много спросилось. Поэтому не будем стремиться к тому, чтобы взять больше того, чем мы можем унести. Ну тут говорится о том, что не надо становиться пастырями, учителями. Стремиться к тому, чтобы захватить больше власти. Если ты взялся за гушь, то не говори, что не идешь. Тогда уже не съедаешь этот талант. Тогда раскрывай эти таланты. Тогда наполняй этими талантами другие души уже. А если не можешь, если хочешь только возвышаться как князь над другими, над братьями своими. Над слугами, ну не твоими, а божьими, которых он оставил. То берегись, потому что Господь придет внезапно. И будешь проверен, и не сосчитаешься никогда. Все. Спасибо, Христа. Слава Христу. Кто еще хотел что-то рассказать? Вы хотели? Нет, я по-другому не понимаю. Если нет ни у кого ничего сказать, прошу помолиться над все-таки окреченных в этом году. Потому что могут быть испытания, искушения. Да, уже проходят испытания. Вот брат Андрей Санников крестился в том году. Может быть помните, он так музыкант. Как МИАС, по-моему, он называется. Вот этот город, где он там жил. И причем не просто он закончил академию музыкальную. Да, и он сам составляет музыку и так далее. И он преподает. По-моему, он даже профессор. Или что-то в этом роде. В музыкальном учреждении. Нет, в музыкальном, в институте. И у него началось такое какое-то поражение духовное странное. Он там по-философски пишет. Я не могу этого сказать. Он заумный, заумный очень. И он начал читать духовное. И причем, я так понимаю, что последнюю современную литературу, богословскую. И он эти слова употребляет все греческие, латинские. И он о себе описывает свое состояние вот этими словами. Я не вникал в это все. Но мне просто это прочитав. А братья ему говорят, у тебя поражение духовное, брат. Тебе нужно выйти из этого состояния. Он говорит, а я сам не замечаю, что у меня поражение. Я же вот с вами общаюсь. Но я многое начал видеть, что что-то не то. А что я вам потом скажу. Ну так вот таинственно все. Искушение. Ну да, какое-то странное такое испытание у людей есть. Попадает. И там пришла женщина молодая. Новенькая. Она где-то откуда-то из Подмосквы. Ирина ее звать. И она была в миссионерском отделе. И очень активная женщина. И сейчас уверовала. Начала смотреть канал. Поговорила там с Игнать Тихоновичем. И начала в своем миссионерском отделе рассказывать, что они не то делают. Причем они ездили с миссионерскими целями и говорили проповеди о Христе людям. То есть. Ну то есть было у них миссия была именно вот на то, чтобы распространить веру. Буквально месяц, может полтора назад. Она крещеная? Она нет, она как раз не крещеная. Вот она там, батюшка очень расположен к ней. Он сейчас заболел, там у него глаза. Вот она просит молиться всех. А как зовут? И он ее защищал. Ну и Георгий, отец, по-моему, звать отца Георгия. А ее звать Ирина. И вот этот весь миссионерский отдел, она там, видать, была очень активная, я так понял. И они на нее навалились. А город небольшой, городок. МИАС? Нет, это не МИАС уже. Под Москвой уже. Где-то под Москвой. И они там ее, кто, ну то есть слухи быстро распространяются. И ее там называют, что она еретичка, конечно, это понятно. И там как-то назвали, ну, в церкви Лапкина, православная церковь Лапкина. Там что-то новое такое началось. И причем они аббревиатуру придумали. Ну да. ПЛЦ, что ли, что-то такое. Как она в миссионерский отдел попалась, она даже не крещеная была. Ну, они... Как? Ну, ты, Лена, ты что-то это? Давно с дерева-то слезала? С пальмы-то. Как не крещеная? Люди, братья-то спрашивают, троекратным крещением крещеная или нет? Я думала в обещении. Ну ты даешь, Лена. Ну ты просто так сказал конкретно, что она не крещена. А, ну у меня такой голос конкретный. Да, я сказал, какой забыл. Многие звонят, многие звонят. И особенно из Москвы. Вот мне часто звонят. Это они звонят и молчат в трубку. А он тоже молчит. И все. А им сказать, мир вам невозможно. Потому что они все спасибщики и здравствуйщики. Они только здравствуйте знают и спасибо. Да, сестра? Татьяна Александровна. Спасибо. Спасибо. Все. И здравствуйте. Здравствуйте. Все, больше ничего. Спаси Христос не могут. Мир. Они не могут сказать мир вам. И не могут сказать спаси Христос. У них что-то там заложено вот так вот и все. А ты говорил, что ты разговаривала с этим. Вот крестился у нас парень Даниил. А вы куда убежали? А их позади что-то вытащить нам. Вытащить там тяжесть. Да, да, Даниил. И вот у нас еще Юлия крестилась. Юля куда-то бьет. Да, Юля вот это же. Ну она с Леной. Лена была ее подопечная. И я даже не подходил к этой Юле. Один раз я подошел, когда увидел, когда я с батюшки спросил, почему батюшка вспоминает патриарха у нас тут. И когда тут прошло все, ну как всегда, под пресс. У нее вот такие глаза. Я смотрю, она сидит. Я потом вышел и говорю, а что ты такие глаземки у тебя вот такие по пять копеек этих царских? А я вот пришла, я думала вообще не так все это, так все у вас не нужно. А вы вот такое тут. Что? Ну и прямо у нее. То есть ее смутило это, да? Да, очень сильно. А я говорю, а вы как сюда попали-то? Я говорю, вы же прям квартиру купили и в нашей общине будете? Ну да. Ну мы, говорит, приехали вообще к Игнату Тихонычу. Мы, говорит, не думали об общине там или что. А вот Игнатий Тихоныч, это вот, да. Я говорю, так Игнать Тихоныч половину года живет в деревне, а мы и там дом построим. Я говорю, ту-ту-ту-ту-ту, и что вы там будете делать? Ну как там, рядом с Игнатий Тихонычем будете? Будем. Я говорю, ой-ой-ой. Я говорю, вы что-то не додумали до конца. А вы с вас говорили с Игнатий Тихонычем? Нет. Ну, то есть самость у людей вот такая вот. Понравился он, рванули и подпрыгнули, как говорится, а долететь забыли. А зависнуть невозможно, нужно только падать вниз. И все, она только крестилась, причем крестилась как? Я не подхожу, я думаю, Лена там все ей объясняет. Она приехала, в последний момент уже все прошло, и батюшка так, да, Сиркону Приходской уже прошел, всех приняли, ее нету. Они только приехали, не знаю, когда, ночью? Вечером. Вечером, глубоко вечером. Я говорю, а почему ты не поехал-то с кем-нибудь? У меня было место, я бы тебя довез. Она, а я ничего не знала. Я говорю, оба, как так? С Леной ты там жила у нее, вы там, она там тебя оберегает вот так, как кочка. Вот уходишь, чтобы никто с тобой не разговаривал. Ну, я говорю, ты что это такое? Я думал, что Лена что-то не досмотрела. Думаю, да не может быть, чтобы она не досказала-то что-то. А оказывается, нет, она сама так порешила, это Юля. Она сама? Да. И после того, как крестилась, Лена уже показывала переписку с ней, даже не она, кто-то там, братья скинул. И она отвечает, какая Лена барабашит? Да про Голодыщук, конечно, какой барабаш? Что у тебя там барабашит-то? Просто в мою сторону все показываешь, думаю, я нет ни, я про... Да я вот показываю на этот прибор. Господи помиле. Что ты как глухонемая-то у нас такая, что не скажи все про тебя? Ну, просто Лены нет здесь, я все, думаю, в мою сторону. Тихо, тихо, давай. Лена была у нее... Тихо, тихо, все понятно. Не поручитель она потом, оказывается, была. Ничего там, да, не поручительная, ничего она не приняла этого. И она пишет, а кто вы такие, что вы меня вот тут допрашиваете, все расспрашиваете. Я никому ничего не обязан, никакое заявление там про вашу общину я не писала. Прямо так вот отвечает. И мы просто сами по себе. Я посмотрела все уже. Однозначно никаких общин у нас не будет. Мы вот будем, как мы веруем, так мы будем веровать. И фотография, она сидит за столом, уже простоволосая, все. Она решила из-за себя, из-за мужа. Нет, она сразу уехала. Нет, нет, он уехал, то что в армию ему надо. Он же майор. Я скажу, что я и написала, когда ее тут несколько выходных не было, у Лены спросила, она говорит, ты сама у нее спроси, я ей написала. Она мне там телефон, я говорю, Юля, тебя нету. Она сказала, что она, ну, такое приняла решение. Но она сказала, что муж, вон у нее вернется зимой, он сам примет решение. То есть она говорит, я за него не решаю. Может быть, он и придет к нам. Потому что именно он был первый, кто, ну, вот как бы... Инициировал. Ее познакомил с общиной, с началами были по интернету. То есть и может быть, его будет желание ходить к нам, поэтому, может быть, он и придет. То есть дождемся его возвращения. Я забыла, как его зовут? Константин. Поэтому она сказала, он приедет и сам примет решение. Ее такое, я говорю, ну, ты возьми паузу, ты не отказывайся вот так вот обрубай. Может быть, вы и вместе придете. Раз, вот у нее, может, какие-то искушения. Вот после крещения, многие же начинают искушения. Такие, которые вот там наворачиваются в голове, и многие сразу куда-то пропадают. Нужно справиться с этими искушениями. Я тогда в больницу сразу попала. Тоже там родственники на меня давлили и так далее. То есть нужно перенести этот период. Ты не руби всех. Не всегда. Кому-то прям как вот маслом намазано. Ну, может быть, да. Вот братья там вот Астахов, он прям поднялся на глазах. У него канал создал. Прям начал там со всеми разговаривать. Он такой... Ну, у него же еще еврейские корни. И отец у него там, ну... А что про Данила там? Там что-то... То есть, ты же говорил, что... Данила, он... Я его спросил, а ты что сразу потерялся-то, как уехал с Потеряевки? Ты с ним где расслабил? Он говорит, да я там у мамы помогал летом, все. Я говорю, ну ты помогал, а потом приехал сюда-то. А на звонки что-нибудь отвечал. Он говорит, ну, там начались вот такие обстоятельства. Я говорю, ну что, на тебя кто-то... Мама повлияла, что ли? Он говорит, ну да, мама повлияла. То есть, мама почему-то решила, что он какой-то септи... Ну, как там... Они сами не понимают, что нехорошие какое-то тут... Нехорошие люди какие-то, тут его бедного завлекли. Как, каким образом ты с ним связался? Он тебе позвонил? А мне кто-то сказал, что его видели, или он позвонил кому-то. Я думаю, надо позвонить ему. И позвонил, он тут же мне ответил. Я ему так периодически звонил, поздравлял там с праздником. Но он не отвечал. Ну, я уже... Ну, телефон был, вот. И он сразу ответил, вот, да, так, все. Городу он не трогает. Я его спросил, я говорю, может, какие-то женщины повлияли на тебя? Женский вопрос. Он говорит, нет-нет, ничего этого нет. Я говорю, а спорт там или что? Он говорит, нет, и спорт тоже ни при чем уже. Он же занимался рукопашным боем, любил драться, биться там. Ну, говорит, не сильно любил, оказывается. Ну, просто занимался и все. Учится, нормально он. Я говорю, ну, я не знаю, как насчет тут это, ну, когда ты приедешь сюда. Я говорю, ну, ты не теряйся просто и на занятия выходи. Но он на занятия, к сожалению, не выходит. Ну, тут практика такая, кто на занятия не выходит, к сожалению, на наши занятия в интернете, ну, и тут, конечно, не бывает. Тот, конечно, в конечный момент как-то полностью отдаляется человеке, как неродной уже все. Ну, если есть сердечное желание, если есть желание, помолиться о крещённых. Да, тут непонятно, можно будет ему приходить или нет. Ну, должен связаться, но он в храм, он говорит, я в храм православный хожу, но редко. И вот в этом он видит падение, что его в храм не тянет идти. Ну, я думаю, после того, как у нас побыли, когда у нас такая живость, там общение, столько людей, исполнение такое видно, что даже по церкви, всё молчание какое. И дети есть, и маленькие дети есть. И всё равно, ну, там, ребёнок кричит, ну, как бы, и не слышно даже, потому что все остальные молчат. Никто не бросается тут сразу, как говорится, кто конфетку, кто тетет. И всё проходит, ребёнок опять замолкает. Ну, как-то, как-то жизнь, вот так всё. От храма, кто ходил? Давно кто ходил? Да, давно. Вопрос. Я многословая ходила. Ну, сами знаете, как там в храмах. Да. Сравнить не могу. Ну, я хожу. Что такое? Я про Юлю. Про Юлю? А, подождите, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Давайте. Я с Юлей общалась. Она же там рядом с вами где-то жила? Да, она живёт рядом там, на Островского. Мы с ней каждый день переписывались. Ну, это до какого числа? Ну, уже неделю, как, наверное, или две. Вот как она перестала ходить. И вот... Ну, муж был против нашего общения, поэтому... А, чё? Ну, она очень сильно, как бы, изменилась. Вот как она, получается, покрестилась. Мы начали с ней общаться. Сначала у неё было духовное расположение. Братья, идите сюда, чё вы там болтаете? Бур-бур-бур-бур-бур-бур. Как два медведя там, мурчите. Ей всё нравилось. Потом, через неделю, через две, она начала говорить, что в общем у нас нет любви, что мы не такие верующие, как ей хотелось бы видеть нас верующими. И что... Сначала она говорила, что я вот только с верующими, я буду в платке, там, в узкие ходить. Потом она уже стала... Всё, я буду в штанах ходить. Мне как бы... Удобно. Удобно. Ну да. Без платка я буду ходить. И с неверующими буду общаться. И вообще зря я сюда приехала. То есть у неё прям такой ощутился духовный спад прям. То есть у неё было очень тяжело с ней общаться. И вот Андрей сказал, ну, с ней лучше не общаться. Ну правильно сказать. Как только я с ней перестала общаться, то есть с ней сначала мама общалась. То есть был, ну, какой-то... То есть пока они были на одной волне. То есть юбка, платок, всё это нужно носить. Как только Юлия начала говорить о том, что я буду ходить в штанах, ты что, со мной общаться не будешь, там, со мной не поздороваешься. Вот. Ну, мама, естественно, сказала, что я, конечно, тебе про юбку скажу. Вот. Ну, какой-то конфликт у них произошёл, и они перестали общаться. Далее Юлию прям, ну, подкосила, и вот как мы только перестали общаться, и она, получается, всё как бы... Я больше ходить не буду, и... Боже, ну, всё. Нет, нет, ничего, нет. Там, понятно было, какой-то грех, какой-то грех опустился. Вот. Даня Андрей говорит, напиши ей, то есть, может быть, она вернётся. Я ей написала, там, ну, как... Говорю, как ты придёшь, не придёшь, всё... То есть, нет, её от мамы ничего не передавай, я как бы на своём... Ну, на своей позиции останусь, и не надо меня переубеждать. Вот. И вообще, я лучше уеду, всё как бы... Вот. А далее у меня сломался телефон, и я даже ватсап не могла установить, и я не смогла с ней связаться. То есть, мы с ней должны были... То есть, для чего мы вообще с ней переписывались? Мы с ней изучали... Ну, читали толкование с ней с Златоуста, вот. От начала... Я приду. Библии, да? И от Хазовета. То есть, ну, постепенно, каждый день, по два стиха мы с ней читали. Вот. Как только я с ней начала общаться, у меня сломался телефон, и я не могла ватсап установить. То есть, я пять дней вообще с ней не разговаривала. Дарья говорит, ну, значит, не надо. Да, не надо. И мама так самая сказала, что это не надо общаться. Конечно, не надо так носить, но не надо было. Все. Ну, да, понятно. Ну, Олег, это странно все-таки разговаривали. Жаль, конечно, что все так происходит. Отключи. Алла, ну, недавно все-таки у нас институт по учительству. Да. Развит, чтобы у человека действительно готовить как лечение, чтобы вот эти вот все, всякие вот моменты... Широковатости. Ну, пока вопросы задавался, что-то по вопросу поручителя из общины, что-то... Здесь она? Был такой Брауэр Вальтер в Германии, Баптист. И вот он... Ну, это было вот до крещения. Он хотел до крещения прилететь. Трое детей, жена немка не разговаривает по-русски. Он сам по-русски хорошо разговаривает. У него отец в России жил. Он вообще сам до года жил в России, в Казахстане. Его потом увезли в Германию. И он вот на русском языке нашел наш канал. И просто в восторге в таком. Я понял, куда дальше идти, там все. Надо креститься. Но не смог там. Билеты взял уже, а там потом рейсы поотменяли все в Германии. Как раз начались события, знаете какие. И все. И он тогда сам, где-то за месяц до крещения нашел, он нашел там батюшку, ну, конечно, с православной церкви там русскоязычного, и крестился. И крестился, и буквально вот после уже нашего крещения начал вопросы задавать опять. Почему женщинам нельзя в штанах ходить? Что мы лицемеры? Что раньше люди ходили в одной и той же одежде? Откуда-то взял это? И он всех прошел, а последняя инстанция я оказался. Ну, мы с ним до крещения немного переписывали. И он мне написал, как, да что, я ему рассказал, что никогда такого не было, чтобы мужчины и женщины ходили в одинаковой одежде. У женщины это называется платье. А у мужчин мужская одежда. Даже вот то, что вот это вот одевалось, у женщин это было платье. Оно было не такое, как у мужчин все равно. Там бриталинки, видать, были, рисунки какие-то были у женщин. И так далее, и тому подобное. У мужчин было нам всегда намного проще все. Там кисточки еще какие-то внизу были. У иудеев, помнишь? Внизу кисточки. Ну, это для того, чтобы показать. Червеный. Все, и все, и так же точно отошел. Все, перестал выходить, общаться со всеми. Вот то же самое на одежде. Видать, жена тоже запротестовала, и все. Ну, а там дальше платок пойдет, как всегда. Поясок может еще. Ну, все. А болящих-то ничего не сказали? Сказали, все. Господи, Господи. Да, Господи. Да, Господи. Ваня, подойди прочитай молитву. Господи. Об Иисусе Христе. Господи. Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, будет сейчас.